Фрезерный станок Режущие части, быстрорежущая сталь, твердый сплав или алмаз. Официальным изобретателем фрезерного станка стал англичанин Элли Уитни, который получил патент на такой станок в 1818 году. Также он известен изобретением хлопко-очистительной машины и привнесением массового производства в машиностроение. В разное время фрезеровщиками зарабатывали себе на жизнь многие известные люди. Лауреат Нобелевской премии, поэт Иосиф Бродский и герой Советского Союза, летчик Алексей Соломатин. Имеет место заблуждение, что при фрезеровании нужно давить на фрезу, чтобы она лучше резала. Это неправильно. Вспомните выпиливание лобзиком. Чуть надавил и пилка сломалась. Скорость выпиливания зависит от того, как быстро вы будете совершать возвратно-поступательные движения лобзиком и от остроты пилки. При фрезеровании тонкими фрезами наблюдается та же самая картина. Задал неправильные режимы резания, и фреза сломалась. Поэтому следует рассчитывать на острый качественный инструмент и оптимальные режимы резания. Современных высокопрофессиональных фрезеровщиков можно смело называть мастерами изобразительного искусства, так как на новейших фрезерных станках такие мастера могут вырезать потрясающие произведения искусства за считанные часы.